Здравствуйте! В эфире православная Красногория. В ближайшее воскресенье Святая Церковь будет молитвой и прославлять память святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Именно этому празднику мы посвятим нашу сегодняшнюю программу. Гость благочины Красногорского церковного округа и романах Николай Литуновский. Отец Николай, приветствую вас! Здравствуйте, отец Сергий! Здравствуйте, дорогие зрители! И первый вопрос. Расскажите про вот этот праздник Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Праздниство установлено в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе, когда множество новомучеников XX века были Церковью причислены к лику святых. Был определен специальный отдельный день, когда бы Церковь могла совершать память всех вместе, несмотря на то, что каждый из новомучеников еще имеет отдельный день почитания, как правило, это день кончины святого. Отец Николай, а с какого момента начались гонения на Церковь после революции? Фактически с самого начала. Мы знаем о том, что для советской власти Церковь была очень неудобным инструментом, неудобным механизмом, и борьба с ней началась фактически сразу, поскольку Церковь отождествлялась с царской властью. И поскольку боролись с властью царской, также стали бороться и с Церковью, и, естественно, с ее представителями, священнослужителями, монашествующими, активными мирянами. Почему была неудобна Церковь для советской власти? Потому что Церковь пропагандировала совсем другие идеи, и в отличие от советской власти, которая уже только в своем таком, наверное, позднем периоде встала на пути традиционной нравственности, советская власть в первые годы своего существования была абсолютно безнравственной по всем направлениям. Это открыто декларировалось, пропагандировалось, и поэтому, конечно, Церковь не могла смириться с такой постановкой вопроса. Церковь открыто об этом заявляла, и, естественно, в глазах советской власти воспринималась как, ну, наверное, первый и самый главный враг. А какие самые известные новомучеников Вы можете привести в пример? Мы вспоминаем множество святых, и одним из первых священно-мучеников был митрополит Киевский Владимир, который уже в глубокой старости и в немощном состоянии был просто выведен за пределы Киево-Песерской лавры и там жестоко убит. Отец Николай, на иконе Собора новомучеников в центре изображается царская семья, и для многих возникает вопрос, почему их прославили в лиге святых? – Церковь прославила царскую семью, прославив их не как новомучеников, а как страстотерпцев. Это немножко другой чин, когда мы говорим о чинах святости. И прославила их как образец христианского перенесения страданий. – Отец Николай, Вы написали книгу по новомученикам, не могли бы рассказать об этом своем труде? – Ну, моя книга о новомучениках, она касалась новомучеников Солнечногорского благочиния, то есть того места, где я раньше проходил свое служение. Там эта книга была дважды переиздана, и каждое переиздание дополнялось новыми святыми, потому что велась работа, изучались жития, и книга готовилась несколько месяцев. Изучались архивные материалы, изучались материалы, те, которые есть в открытом доступе, и в интернет-пространстве, и публикации, и издания, которые были о новомучениках. Все это собиралось вместе, также собирались и включались в книгу воспоминания о новомучениках, их родных. С некоторыми из них удалось связаться, и эти люди тоже делились воспоминаниями, и эти воспоминания также вошли в книгу. – К сожалению, сейчас очень многие архивы закрыты, и вообще как удается восстановить жизнеописание наших святых предков? – Сейчас закрыты архивы все, и это большая беда. С недавних пор, уже несколько лет, фактически приостановился вопрос канонизации новомучеников по элементарной и простой причине. Никто не может получить доступа к архивным делам. Дела опять находятся под грифом секретности. – У нас в Красногорске сколько святых относятся к этому собору? – У нас есть собор новомучеников и исповедников Красногорского благочиния. Он установлен по благословению митрополита Ювеналия, и в этот собор входят шесть святых. Четыре священно-мученика, то есть четыре человека, которые были в священном сане, один мученик, то есть один мирянин, и преподобно-мученица Елизавета. – Отец Николай, а сколько храмов в Красногорске посвящено новомученикам? – В поселке Нахабино есть храм, который посвящен новомученикам и исповедникам Красногорского благочиния. Он совсем небольшой, но тем не менее посвящен памяти святых, которые жили, трудились и подвязались на нашей Красногорской земле. – Чем мы можем, какими поступками, делами прославить память новомучеников нашей Церкви? – Прославить память новомучеников мы можем тем, что будем стараться подражать им. Не просто знание истории для нас спасительно и правильно, а для нас спасительно подражание в святости тем или иным людям. – И в каждом из святых мы видим примеры того или другого. Кто-то был устойчив в своей вере, кто-то был больше склонен к делам милосердия, кто-то был склонен к какой-то иной форме жертвенности. И у каждого святого мы можем взять понемножку то, что нам близко. А то, что не близко, все равно знать, что есть, и потихоньку в свою жизнь вносить. – Отец Николай, как вот не допустить того повторения вот этого страшных событий, гонения на Церковь? – Вы знаете, удивительная вещь произошла в начале XX века. Страна, которая себя позиционировала как христианская держава, где большинство жителей считали себя православными христианами, в один миг оказалась страной безбожной. И те испытания, которые выпали на долю России, в самом начале показало, что множество людей от Церкви отвернулось и ушло из нее. А на самом деле, если мы возьмем глубже, то никогда и не были членами Церкви. Они были членами Церкви по необходимости. Церковь была государственным институтом. Церковь внесла ряд обязанностей, и жители были вынуждены подчиняться. Когда человек рождался, он должен был прийти в храм для того, чтобы там в метрическую книгу внесли запись о рождении. Когда человек женился, то опять же записи в метрических книгах велись в храмах. Государство такие записи не вело. И большинство людей, которые хотели, может быть, и жить какой-то жизнью светской, может быть, малоцерковной, тем не менее, все равно были вынуждены подчиняться этим требованиям. Более того, каждый гражданин российского государства был вынужден раз в год приходить в храм для того, чтобы там отметиться. И прийти в храм нужно было не просто прийти, встретиться со священником и сказать, «Вот он я, я жив, сделайте запись о том, что я еще существую». А прийти в храм надо было поисповедоваться и причаститься. И очень многие люди воспринимали это как некую формальность. У них не было искренности ни в исповеди, ни в причастии. Они себя, все это делая, не позиционировали как члены церкви. И, естественно, как только появилась возможность выбора, эти люди сразу сказали, что им церковь не нужна. Очень важно, чтобы в нашей жизни не было формальности. Как только мы формально что-то делаем, то, значит, вот эта наша неискренность выводит нас за какие-то церковные ограды. Отец Николай, ну как тогда сделать духовную жизнь реально настоящей такой жизнью? Жизнь христианина — это всегда понимание того, что ты предстоишь перед Богом в каждый момент своего бытия. Не только в храме, не только исповедуясь, причащаясь, а дома, в транспорте, на работе, в душе, когда ты ешь или когда ты отдыхаешь, должно быть ощущение и понимание, что Бог рядом с тобой. И когда мы так живем, то тогда наша жизнь действительно становится христианской, по сути, по своей. У большинства верующих людей христианская жизнь строится немножко по-другому. У них есть четкое представление о том, что Бог есть, у них есть любовь к Нему, у них есть искренность к Нему. Но в их духовной жизни нет стабильности. Они готовы в храме быть одними, а в своей семье, на работе, в общении с другими людьми быть другими. И это порождает двуличие в них. Это абсолютно неправильно, когда человек в храме добрый, улыбчивый, ласковый, а в своей семье или на работе тиран, или человек, который может быть бестактным, или человек, в жизни которого любовь отсутствует. Вот это главное. Главное, чтобы мы всегда были искренними перед собой, перед Богом, чтобы мы понимали, что Бог рядом с нами всегда. Бог нас видит не так, как видим друг друга мы, своими глазами. Бог смотрит в наше сердце, притвориться и обмануть можно любого человека. Но обмануть Бога нельзя. И каждый верующий стоит перед тем, что он перед Богом окажется и даст ему ответ за свою жизнь. Поэтому мы должны жить просто честно. Отец Николай, даже если взять молитвенное правило для многих, оно очень быстро становится, если человек каждый день молится, механическим, когда вот надо это сделать, человек это делает без сердечного участия. Как вот сделать так, чтобы молитва каждый день была чем-то важным и самое главное настоящим? Человек должен себя понуждать. Мы это понимаем, даже если мы не говорим о христианской жизни, о духовной жизни, а просто о жизни светского человека. Мы понимаем, что человек должен себя заставлять заниматься спортом, музыкой, какими-то делами, работой, выполнять свои обязательства по отношению к семье или к не семье, к работодателю. Человек все время себя подталкивает делать что-то, что может быть ему неприятно. Также и в духовной жизни у нас есть понимание того, что нам необходимо общение с Богом. Молитва — это наш разговор с Ним. Церковь не запрещает нам молиться своими словами. Мы можем к Богу обращаться где угодно и как угодно. Но Церковь предлагает нам молитвенное правило, то есть опыт каких-то святых. В этом молитвенном правиле молитвы составлены подвижниками благочестия, которые эти молитвы в своей жизни использовали. И поэтому Церковь говорит нам, вот ты не можешь сформулировать свои мысли, ты не можешь сформулировать свои чувства, ты не можешь сформулировать свои желания Богу. Вот тебе пример. Попробуй молиться им. Попробуй использовать те слова, которые уже были в употреблении у святых. Но если у тебя есть искреннее и сердечное желание поговорить с Богом своими словами, то ты это не только можешь, ты это должен делать. Отец Николай, почему в церковном календаре так много памяти святых мучеников? Потому что в церкви были периоды гонений, и в период гонений очень много людей страдало. И не только это XX век, если мы с вами возьмем древнюю церковь, то мы увидим, что множество святых — это мученики. И в представлении христианина мы понимаем, что церковь стоит на крови мучеников. Это ее основание. А если мы посмотрим на жизнь всего мира сейчас, то мы увидим множество, сотни, тысячи, десятки тысяч мучеников, которые страдают за свою веру. Многие люди, которые находятся возле церковного порога, не боятся его переступить, вот именно то, что очень много мучеников для них является камнем преткновения, что вот столько мучеников, а я мучиться не хочу, наверное, тогда в церковь ходить не буду. Что бы вы могли посоветовать, какие мысли для таких людей? Друзья, каждый из нас свободен. Каждый из нас вправе выбрать то, что он хочет. Если ему это не близко, если для него Бога нет, то человек может жить так, как он хочет. Ведь удивительно, что в нашей свободе даже Бог нас не ограничивает. Эта свобода заложена в каждого человека. Бог дает нам знания, Бог призывает нас к ответственности, Бог нам говорит о том, как будет складываться жизнь человека после того, как его тело умрет, исчезнет. Это знание нас подводит к тому, чтобы мы понимали, как правильно жить, а как неправильно. Но в этой правильности и неправильности каждый человек свободен. Поэтому, если человек считает, что ему это не близко, это его право и его дело, никто заставить его не может и не должен. Но если у человека есть знание о Боге и понимание о том, что жизнь без Бога его пуста, то такой человек к Богу будет стремиться. Он будет изучать историю церкви. Он поймет, почему церковь состоит из множества мучеников. Почему в церкви мучеников называют семенем этой церкви? Потому что это самое яркое проявление веры в Бога. Когда мы, современные верующие, рассуждаем или размышляем о своей вере, то рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос, а насколько моя вера крепка, а насколько моя вера сильна, а на какие ограничения я готов пойти, если меня будут притеснять? А готов ли я открыто свою веру исповедовать? Многие люди, как это ни странно, до сих пор, приходя на исповедь, говорят, батюшка, я в своей неверующей семье стыжусь перекреститься. Мне неловко помолиться перед едой, мне неловко утром или вечером встать перед иконой и помолиться, когда рядом со мной люди мне близкие, родные, но неверующие. И для человека стоит выбор, что ему дороже, Бог или вот какая-то вот эта мелочь, проявление своей веры открыто в жизни. Поэтому человек должен понимать, что мученичество – это самое яркое проявление веры, – это готовность отдать свою жизнь за Бога, за веру в Него. Ну как помочь тем людям, которые действительно стесняются проявить свою веру? На работе, дома? Надо для того, чтобы вера укреплялась, в ней возрастать. Что значит возрастать в вере? Ее надо укреплять разными способами. Хождением в храм, молитвой, то есть общением личным с Богом, чтением святоотеческой литературы и просто элементарным фактором времени. Вера не может вот так вот в человека войти и сразу стать большой, крепкой, твердой. Для этого нужно время. Мы всегда хотим, чтобы в нашей жизни все происходило быстро, чтобы если что-то появилось или что-то мы упустили и вдруг это у нас стало, чтобы мы наверстывали очень какими-то семимильными шагами. Но в вопросе веры так не получится. Для всего есть естественный ход вещей. И каждый человек этот процесс становления и духовного возрастания должен пройти. Ну, к сожалению, многие люди, и бывает такая ситуация, когда происходит перегорание, охлаждение веры. И с чем это связано? Это связано с тем, что в жизни каждого человека есть грех. И человек больше ко греху склонен, чем к какой-то праведности. Поэтому мы знаем, что наша жизнь состоит из постоянных испытаний, проверок нашей веры. Иногда человек может поддаться, соблазниться, проявить слабость какую-то в вере, охладиться, отойти от Бога, потом вернуться или не вернуться. Опять же, это его выбор, это его жизнь. И это совершенно нормально. Такой вот какой-то постоянности, стабильности в вере быть не может. Это всегда колебание. Но то ведь она и вера. Мы всегда проверяем себя, насколько она в нас сильна. Понятное дело, отец Николаевич, что Сергею Ранжеву, например, подражать кажется легче, потому что он не был мучеником. А как можно подражать мученикам? Мученикам можно подражать в их стойкости. Если мы с вами почитаем жития святых мучеников, то мы поймем, что ведь их причислили к рику святых не за ту мученическую смерть, в которой они умерли. Они были святы уже до нее. Это их смерть, это их твердость в выборе. Это лишь финальная точка. А человек свят уже до этого. В его жизни настолько вера крепка, что уже не заметить это невозможно. И это проявление святости в том, как человек живет. Это проявление святости в том, как человек общается. И этому можно подражать, этому нужно подражать. Если мы с вами посмотрим на жития мучеников, новомучеников XX века, то мы с вами увидим удивительные примеры веры и стойкости людей, которые оказались в ужасных условиях. Когда мы еще с вами говорили о храмах, посвященных святых, у нас есть, недавно открылся в Красногорском благочине в селе Петрово Дальнее храм, посвященный новомученице Татьяне Гримблит. Почитайте ее житие. Это удивительная жизнь. Это удивительная стойкость абсолютно молодой девушки, которую арестовали лишь за то, что она помогала другим. И она умерла за это в полном понимании, что это приближение к Богу. Но до этого, до ареста и до смерти, вся ее жизнь была служением, служением остальным людям. Но это тоже нужно иметь огромные силы, чтобы служить другим. Но мы же не эгоисты. Мы же не призваны жить для себя. Мы имеем возможность, и мы проявляем и любовь, и заботу, и милосердие, и сострадание по отношению к тем, кто нам близок. Но ведь Христос призывает нас, чтобы мы это распространили вот за эти пределы узкого круга, чтобы наше такое отношение проявлялось ко всем. Вот в этом будет христианство. Я люблю не тех, кто любит меня, а я люблю всех. И тех, кто меня ненавидит, и тех, кто меня обижает, и тех, кто мне делает какие-то пакости. И их я люблю. Почему? Да потому что так призывает Христос. Никакого другого объяснения нет. Христос нас призывает к определенной манере поведения, общения. Он нам этот пример дает своей жизнью и своей смертью. Мы хотим быть похожими на Него? Хотим. Наше христианство в чем заключается? В подражании Ему. Значит, мы должны обладать такими же качествами, такими же свойствами, которые были у Него. Если мы это понимаем умом своим, значит, мы должны себя понуждать, поступать так, делать так. Ну, у многих, к сожалению, не хватает сил. Даже пойти в больницу, поухаживать за больным, для многих является огромным трудом, который человек не выдерживает. Как вот научиться преодолевать себя? Большинство людей живут эгоистично. Большинство людей хотят от того, что они делают, обязательно что-то получить взамен. И это не христианство. Жизнь христианина, она постоянная жертва. Жертва того, что он имеет, материального. Жертва какого-то нематериального, что он имеет. Это время, это доброе слово, это улыбка, которая может быть на лице у человека. И человек должен себя заставлять жить так. Не лицемерно, а искренне. Потому что мы понимаем, что мы можем служить остальным людям не только своими делами. Нам все время кажется, что мы можем помочь человеку, только вот как-то ему помогая физически. Совсем не так. Для большинства людей достаточно доброго слова. Для большинства людей достаточно минимального проявления заботы. Ведь многие этого лишены. И если мы так делаем, то в нашей жизни появляется надежда на то, что и к нам Бог проявит такое же отношение. Отец Николай, какие мероприятия готовятся к дню празднования новомучеников? Во всех храмах, конечно, пройдет богослужение. это обязательная часть нашей христианской жизни. Священники в проповедях будут рассказывать о жизни, о подвиге новомучеников. В нескольких воскресных школах пройдут открытые уроки и занятия с детьми, которые посвящены тоже памяти новомучеников. У вас в храме планируется какие-то события? В нашем храме, в нашем соборе предполагается именно занятие в воскресной школе. У нас есть воскресная школа и для детей, и для взрослых, и в рамках этих занятий будет как раз обсуждаться вопрос о новомучениках. Отец Николай, еще какой-то вопрос, ходя в сторону от темы. У вас с недавних пор в соборе появились кино-встречи. Что это такое? И расскажите об этом подробнее. Один из наших прихожан собора профессиональный кинокритик, человек, который всю свою жизнь занимается вот этим. Он профессионально смотрит фильмы и дает им оценку, и открывает какие-то завуалированные или, может быть, тайные смыслы, которые мы обычным, обыденным своим взглядом не видим. И мы договорились с ним, что он будет вести вот такие занятия у нас. Точнее, он сам предложил свои услуги. Они смотрят современные фильмы и вместе рассматривают их глубинное содержание. Отец Николай, еще один вопрос. Помимо уже прославленных в лике святых, есть и множество новомучеников, которые еще, надеемся, предстоит прославить. Вот как их память в церкви совершается? Церковь совершает память святых, прославленных поименно. Но помимо этого архиерейский юбилейный собор 2000-го года сформулировал, что еще есть сон мучеников и исповедников, имена которых знает только Господь. Мы вот поименно прославляем тех святых, о которых мы знаем. жития, то есть жизнь, которых нам известно. Те святые, имена которых нам неизвестны, в церкви вот какого-то соборного, масштабного прославления не имеют, потому что мы к ним можем обратиться только вот так безлично. Святые, новомученики и исповедники церкви русской. И мы в эту формулировку вкладываем и имена уже прославленных, и имена еще не прославленных святых. Еще один вопрос. На иконе новомучеников есть несколько изображений детей. Вот как можно прокомментировать данное обстоятельство на иконе? Ну, вы знаете, дело в том, что церковь причисляет к лику святых людей независимо от их возраста. Проявление святости в детях мы видим не только среди новомучеников, но и в древней церкви, когда люди умирали за веру. И среди тех людей, которые умирали, были не только взрослые люди, были дети, были семьи. И дети, так же, как и взрослые, открыто свою веру исповедовали. Поэтому нет ничего удивительного, что в сонме святых мы видим как людей пожилых, престарелых, так и молодых, и даже детей. С чем связано такое безумие, что даже детей не щадили в данном вопросе исповедания веры? Церковь воспринималась как враг, а враг не имеет ни пола, ни национальности, ни возраста. И, естественно, самое простое решение проблемы это когда нет человека, это когда нет семьи, это когда невозможно продолжить какую-то традицию. А как удалось выстроить потом диалог церкви и власти? Мы видим переломные отношения советской власти к церкви в годы войны. И мы знаем о том, что Иосиф Сталин принимал помощь от церкви в годы войны. Если до этого церковь просматривалась как враг и самые страшные, самые массовые репрессии и расстрелы церковников мы видим когда? 37-38-39 годы. Это прямо накануне войны. То в период войны отношения постепенно меняются. Храмы, приходы собирают огромные средства по копейкам от своих прихожан и передают это государству, чтобы оно могло воевать, чтобы оно могло строить технику. Именно с этого периода начинается такой переломный момент в послаблении государством отношений с церковью. Советское правительство дает разрешение избрать патриарха, но потом мы видим, что отношения церкви и государства все равно строятся волнообразно. То отношение доброе и ласковое, то оно сменяется опять же массовыми репрессиями, закрытиями храмов, разрушением храмов и монастырей. Отец Николай, вот есть такой необычный момент в жизни Иоанна Крестьянкина, когда его спрашивали великого старца нашей церкви, в какое время он бы назвал самым для себя важным и духовным, то он человек, который видел и гонения на церковь, возрождения церкви, сам таким Богу спасаемым временем для себя называл время в лагере. Почему многие новомученики вот этим временем особо дорожили? Потому что это, опять же, как мы и говорили до этого, проверка их веры. Ведь недостаточно просто за свои убеждения быть сосланным. Очень важно эту стойкость, эту веру сохранить и там, находясь в неимоверно тяжелых, скорее всего, даже бесчеловечных условиях, там оставаться верным тем своим идеалам, призваниям, которые у тебя были до этого. И мы видим, как в лагерях люди продолжали в Бога верить. Мы видим, как их веру не могли сломить ни пытки, ни казни, ни тяжелый труд, не бесчеловечные отношения. Поэтому для человека это самое ценное. Если он проходит проверку, испытания вот в таких условиях, то, конечно, уже в условиях более мягких этот человек будет образцом для остальных. Но некоторые даже церковные историки считают, что именно во время гонения максимально церковь свята. Почему в обычное время люди очень часто ориентиры святости теряют? Все очень просто. хорошее время, благоприятные условия рождают слабых людей во всем. А когда приходит период испытаний, когда тяжело, плохо, вот тогда рождаются сильные люди, тогда рождаются сильные христиане, тогда становятся христиане сильными, когда они испытаны, когда они постоянно проверяют себя. А когда в жизни человека все гладко, благополучно, то тогда в жизни человека Бог и не нужен. Большинство людей Бога ищут тогда, когда им плохо, когда им тяжело, когда у них какие-то скорби, испытания, болезни, смерти, когда они понимают, что больше обратиться не к кому. Вот тогда люди и сейчас бегут в храм, а до этого в жизни Бога не было. И в большинстве случаев их Бога и не будет, когда они получат то, что они хотят. Они об этом забудут, и все вернется на круги своя. У них опять все будет спокойно, мирно, счастливо, обустроено. Отец Николай, из завершения, не могли бы поздравить наших телезрителей с Днем памяти новомученков и исповедников Церкви Русской? Дорогие друзья, я вас поздравляю с памятью тех людей, которые для каждого из нас являются идеалами святости. Давайте будем этих людей помнить, давайте будем этих людей любить, давайте будем им подражать в нашей жизни. Давайте будем помнить и о том, что святость, она не там, где-то далеко, она рядом с нами. Рядом с каждым из нас есть человек, о котором мы можем сказать, что вот этот человек живет святой жизнью. Давайте будем подражать всему тому доброму, что мы видим, а все то злое, которое нас окружает, будем отметать и не принимать. Спасибо, Матис Николай, и всех вас, дорогие телезрители, поздравляю с праздником. Да хранит вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»